Проект «Благодарю» Юлия Копылова придумала 7 лет назад. Долгое время она помогала нуждающимся и поняла, что чаще всего людям нужны вещи. Так появились два гуманитарных центра в Самаре и в Тольятти, где малоимущие, погорельцы, выпускники детских домов, нуждающиеся пенсионеры и многодетные семьи бесплатно получают одежду. Приезжают за вещами к Юлии и жители отдаленных поселков и сел региона. Например, Любовь Цыганкова прибыла из Исоклов. Рассказывает, помощь центра – большое подспорье для исоклинцев. К первому сентябрю, допустим, акцию привели, раздавали концтовары, игрушки, которые получили здесь, в этом фонде. Одежду, обувь, верхнюю одежду. Особенно спросом всегда пользуются детской одежды. Юлия рассказывает, жители Самары активно приносят одежду, но в центр принимают вещи только в хорошем состоянии, выстиранные и выглаженные. Тем не менее, более половины из них нуждаются в ремонте, который выполняют мастерицы проекта. Вот эта курточка, очень хорошего качества, в хорошем состоянии, но здесь сломан замочек. Вот покупаем собачки. И курточка идет у нас в магазин. То есть вторая жизнь у нас продолжается. Часть вещей Юлия продает. Вырученные средства идут на благотворительность. Меня цены и вещи устраивают. Бывает, что фирменные вещи по цене хорошие берешь. Вот полочку выбрала, очень даже мне нравится. Многолетняя и самоотверженная работа Юлии Копыловой незамеченной не осталась. В рамках празднования Дня города она получила награду за вклад в развитие социального предпринимательства из рук главы города Елены Лапушкиной. Признается, это очень ценно. Это знак того, что твой труд видят, что администрации смотрят за деятельностью общественников и благотворно относятся к твоей деятельности. Постоянное возвращение людей и благодарность говорят о том, что мы помогаем. Люди закрывают долги, выплачивают свои ЖКХ долги, кредит выплачивают, потому что они экономят на вещах. Мне кажется, это очень здорово. В планах Юлии Копыловой еще много социальных проектов, которые объединяет одно – работа для людей. Юлия признается, ежедневно приходится примерять на себя разные роли, представлять свою организацию в общественных советах, пригородской и губернской думах, работать водителем, грузчиком, а под Новый год превращаться в нежную снегурочку, раздающую подарки детям. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова